В центре Твери появилась уникальная машина времени под названием Тверское княжество. Это интерактивный музейно-выставочный центр при Тверской епархии на улице Советская, 12. До дня корреспонденты Твериград.ру вместе с другими посетителями экспозиции перенесли средневековую Русь и попали во Владимирскую башню Тверского Кремля, где жили, молились, тренировались и оборонялись русские воины на протяжении 10-14 веков. Вот так примерно вы создали интерьер. Обычно в фильмах вы видите башни, где ходят, они не ухоженные, не живые. Но на самом деле это была башня, центральная, живая. Одна из экскурсий, которую проводит руководитель историко-этнографического центра СПАС при Тверской епархии Дмитрий Баранов, посвящена свято-русскому воинству феодальной России. Как воины в те времена были вооружены, какая у них была разница в доспехах, кто такие витязи и что собой представляли волчьи братства. Меч. Вот это меч в руку. Человек, как мера всех вещей, вот видите, это меч в ботодушем руку. Был меч в полу руки. Видите, для такого вот, по этому шинтерированию, меч в полу руки. Вот, ну и дальше были более длинные. Вторая экскурсия знакомится эпохой князя Михаила Ярославича Тверского, первого великого князя в сия Руси. Как раз в это время появляется гнестрельное оружие, крепостная пушка тюфяк и ручная, которая так и называлась ручницей. При этом по точности и эффективности стрельбы с мушкетами продолжают соперничьи самострелы, которые были достаточно просты в использовании и не требовали особого обучения. Остановился. Раз. Его отсюда, из башни. В экспозиции представлены реплики исторического вооружения, облачения и иные предметы быта древнерусских воинов. По словам Дмитрия Баранова, все эти экспонаты собирались на протяжении 30 лет. Теперь все желающие могут их не только увидеть, но и примерить на себя. В этом и заключается уникальность этого интерактивного музея. Стараемся обычно рассказывать детям то, что они не могут взять из учебной программы, какие-то дополнительные знания. А также они могут здесь все примерить, взять, одеть, почувствовать на этой себе тяжесть воинских дооспехов, тяжесть вот именно русского оружия, да, где-то как и что это уходит. То есть это живое переживание, которое, в общем, останется с ними на всю жизнь. На наших глазах один из посетителей экспозиции превращается в средневекового русского воина и получает мастер-класс «Владение копьем». Полнота погружения в эпоху средневековой Руси достигается и с помощью очков виртуальной реальности. Посетители экскурсии благодаря современным технологиям получают возможность выглянуть за стены Владимирской башни и увидеть с высоты средневековую Тверь, Древний Кремль, Спасо-Преображенский собор и его колокольню. В этот момент в нашу экскурсию словно из тех далеких времен вплетается колокольный звон, постепенно набирая силу. Звониться с церковными колоколами – это также часть экспозиции. Как были запретены колокола, как они развивались, и различий традиций колокольных звонов в мире и в нашей стране, посетителям готов рассказать звонарь Тверской епархии Эдуард Парбатуров. По специальным заявкам он проводит в этом интерактивном музее мастер-класса для желающих научиться колокольному звону. Колокольный звон – это молитва в звуке. И звонарь вкладывает душу для того, чтобы донести до всех слушающих что-то возвышенное, что-то чистое, побудить их к каким-то действиям, к каким-то добрым делам, к походу в храм. Каждый посетитель из этих экскурсий и мастер-класса выносит что-то свое. Но никого экспозиция в интерактивном музее на выставочном центре при Тверской епархии не оставляет равнодушным. Очень многое для себя заново открыл. Очень много мифов существует насчет воинского дела в целом. Начиная от каких-то банальных фактов, по типу происхождения названия оружия до предназначения. Все очень было интересно, и мне кажется, даже особо нечего прям так выделить, потому что это было все замечательно, хорошо. Я с детства очень любила оружие смотреть и все там потрогать. Здесь тоже очень можно многое потрогать. Все удивило прям так. Экскурсии в музее Тверское княжество проводятся по предварительным заявкам для разных групп и посетителей всех возрастов. Познакомиться с расписанием экскурсии, сделать заявку, можно на сайте Тверской епархии и в группе музея ВКонтакте.